Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». С чем у вас ассоциируется осень? Ну, конечно, с желтвой листвой, наверное, лично у меня, с Днем Учителя. В холодный осенний день сегодня всех учителей согреют наилучшие пожелания. А вот погода порадует нас сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 5-7, а днем 8-10 градусов тепла. И возвращаемся к главному празднику осени. Профессия учителя во все времена была почетной. Именно учитель помогает раскрыть талант ребенка, привить ему любовь к знаниям. Сегодня много дат в календаре. Также сегодня отмечает свой юбилей наша коллега, заслуженный журналист Карачаева-Черкесия Алтынай Атуова. Она навсегда вписала свое имя в историю региональной тележурналистики. Она была одной из первых, кто участвовал в открытии нашего государственного республиканского телевидения. Сейчас Алтынай Атуова возглавляет республиканскую газету «Ногайда-Высы». С каким настроением сегодня она встречает свой юбилей? Все ли задуманное свершилось? И каково быть руководителем? Алтынай Атуова и Белла Джозаева уже в нашей студии. Доброе утро! Я с удовольствием уступаю им нашу гостиную. Доброе утро всем! Доброе утро, Алтынай! Ну, просто безумно рада тебя сегодня видеть. Тем более, сегодня у тебя такой день. Знаешь, 5-го числа у тебя небольшой юбилейчик, тоже связанный с цифрой 5. Конечно, я тебя поздравляю. Конечно, я желаю тебе всего самого наилучшего. Вот в такой день, в день юбилея, принято спрашивать о каких-то итогах. Вот хочу у тебя спросить, ты довольна? С чем ты пришла к этой цифре? Пусть небольшой! Доброе утро, Белла! Доброе утро, дорогие телезрители! Спасибо, что пригласили в мою родную студию, буду говорить. Да, действительно, юбилей. Юбилей – это такое время, когда подводишь итоги прошедшего, намечаешь что-то на будущее, какие-то планы. Если говорить о судьбе, о том, как я пришла к своему юбилею, то да, довольна. На судьбу никак не принято роптать, потому что судьба дается человеку, и те, кто недоволен ею судьбой, то бывает всегда так, что и судьба тобою недовольна. Я довольна судьбой, я к своему юбилею состоялась. И как мама – это для женщины очень нужно. И как жена, и в профессиональном плане тоже думаю, что все нормально. Все ли задуманное как-то свершилось, которое ты планировала? Что вот планировала? Наверное, да. Самое главное, что есть семья, есть дети. Это самое главное. Потому что мы все девочки всегда играем в дочки матери, в куклы, и все хотим иметь детей. Для кого это не секрет. Мои дети – это мое богатство. Мои два сына – это мои два крыла. Есть семья, есть надежный тыл. А сейчас в наше такое сложное время, непростое время, я скажу, когда ты имеешь свой хороший тыл, то, наверное, и в профессиональном плане у тебя тоже все будет хорошо. Намного легче, конечно. Да, намного легче. Алтынай, я, конечно, не могу не сказать о том, что ты вписала свое имя в историю нашего местного телевидения республиканского. Ты в числе тех немногих людей, которые открывали это телевидение, которые стояли у истоков. Вот тебя я могу даже назвать своим учителем. Я помню, как я пришла, и вы уже тут работали. Вы уже через столько на тот момент за эти два года прошли, что сложно себе представить. Вот ты мне скажи, насколько трудно быть первой? Ну, действительно, первым всегда трудно. Потому что, ну, все мы знаем, что телевидение у нас впервые, оно открывалось тогда, в то время. Не было никакой базы, и материально-технической базы. Не было базы и в кадрах, и профессиональных кадров не было. Ну, вот та горстка людей, в числе которых Светлана Борисовна Шендрик, к сожалению, нет ее сейчас. В этом году она ушла от нас. Вот спасибо тем людям, кто стоял у истоков, кто вот нас тогда еще совсем молодых, юных подтянул сюда, привлек, заставил полюбить. И для нас профессия тележурналиста – это была наша жизнь тогда. Да, мы еще молодые. Все на ощупь. Все на ощупь, да. Ну, конечно, была база. База была такая вот, то, что не… Теоретическая. Теоретическая, да. Практической базы не было. В университете давали только теорию, там небольшие уроки в учебной студии телевидения, а вот тут уже все, само телевидение, и все наши первые передачи были в прямом эфире, все-все было в прямом эфире, на старом оборудовании. И, конечно, это было трудно, но это было здорово. И интересно. И было интересно, да. Это было интересно, конечно. Одним словом, в любом случае вы вписали свое имя, вы и останетесь первыми, вот те несколько человек. И тут вот твоя судьба, она делает резкий поворот. Ты уходишь с телевидения в газету. Ты стала возглавлять Республиканскую Ногайскую газету. И вот лично я не понимаю, как можно уйти из тележурналистики. Как ты смогла? И ведь я знаю, что ты очень любила это дело. И как у тебя получилось? И вот на сегодняшний день ты можешь сказать, что тебе ближе? Неужели телевидение можно забыть? Нет, конечно, было. Телевидение нельзя забыть. Но на тот момент, наверное, нужна была я там. Потому что это Республиканская газета, это Ногайская газета, это единственная газета такого формата у моего народа. Тут, наверное, такие патриотические чувства сыграли. И я не жалею тоже, опять-таки, благодарна судьбе, что я возглавила свою родную газету. И коллектив хороший, и в то время был, и сейчас замечательные люди работают со мной. И, наверное, в тот момент я нужна была там. Но, конечно, телевизионная школа, она осталась на всю жизнь. И мне она очень дорого. Я скучаю по телевидению, люблю очень тележурналистику. Вообще журналистика – это очень интересная профессия. И мне кажется, в какое-то время престиж журналистской профессии упал, но сейчас идет возрождение этой профессии. Ну да, кстати, если говорить об этой теме, в этом году не только твой юбилей, юбилей вот этого традиционного форума журналистов «Вся Россия», который проходит в городе Сочи, бессменным участником которого ты являешься, ты ездишь туда со своими коллегами, руководителями газет. В этом году тоже 25 лет форуму. Что в этот раз решили? Да, действительно, 25-й форум, 25-й раз в Сочи собираются традиционно журналисты со всей России. И сам форум называется «Вся Россия». В этом году «Вся Россия-2021». Мои коллеги со мной, да, каждый год мы бываем там. И знаешь, это действительно большая школа, потому что, как говорится, на людей посмотреть, себя показать. Мы туда едем со своими, так сказать, наработками, со своими печатными газетами, показываем. Там, кстати, и телевизионные программы, передачи тоже, телевизионные компании, руководители телевизионных компаний бывают. И учимся опыта, добираемся опыта у других своих коллег. И то, что мы на этом форуме поговорили, решили, показали, узнали, потом мы внедряем это в свою работу. И вот на год это нам как бы хватает. На следующий год мы же с чем-то новым едем, оттуда чего-то хорошего, нового набираемся. В этом году он юбилейный, поэтому были очень интересные гости. Уже первый гость это был министр иностранных дел Сергей Лавров. И поэтому были ведущие тележурналисты, ведущие, главные редактора ведущих изданий, и международные тележурналисты вообще. Поэтому очень интересный форум. И много мы узнали там. Алтинай, мы вот только говорили о том, что ты возглавляешь газету. Со стороны может показаться, что руководителям быть легко. Но я понимаю, насколько это сложно у каждого человека, тем более творческого, свой характер, свой норов, как говорится, свой почерк. Я знаю тебя больше 25 лет. Я знаю тебя как человека очень доброжелательного, человека спокойного. Вот как руководитель ты как справляешься? Вот мне просто интересно, у тебя получается как-то, как говорится, показать свои зубки, собрать всех воедино? Это очень сложно. Это действительно сложно. Ну да, действительно, руководить, тем более руководить творческим коллективом, это трудно. У каждого свой характер, свой почерк, так сказать, свой творческий потенциал. Трудно, очень трудно. Но, тем не менее, тут надо быть человеком гибким, хорошим психологом, где-то знать, кому как подойти, как говорится, и кнутом, и пряником. Но я не могу поверить, что ты можешь кнутом. Не кнутом, конечно, нет, но иногда, конечно, надо показывать и свой характер. Нужны какие-то жёсткие замечания. Бывают и такие моменты, ну, всё бывает в жизни. Так что... Справляешься. Справляюсь, да. Хочу сказать. Ну и, конечно, планы, планы, планы. Планы, конечно, планы, планы текущие, как всегда, по работе, в жизни свои планы, хорошие планы, хорошие планы, как в работе, так и в жизни. А так вот сейчас в наше, опять-таки, непростое время, в период пандемии, хочется пожелать только всем здоровья. И все планы, вот вокруг здоровья, будешь здоровым, и планы твои осуществляться, да. А так вот здоровье, здоровье и ещё раз здоровье. Всем и себе в том числе. Анна, ну, конечно, я тоже искренне желаю тебе всего самого хорошего, здоровья, счастья, творческих успехов. Спасибо. Я надеюсь, мы ещё скоро увидимся, и пусть этот юбилей будет началом большого творческого пути. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. На днях Международному Дню Музыки было посвящено творческое мероприятие, которое прошло в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. Его участниками стали школьники 9 класса и студенты колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Организаторы постарались составить программу таким образом, чтобы мероприятие запомнилось и взрослым, и детям. Запомнилось оно и нашей съёмочной группе, рассказывает Мурат Джанкилзов. Об истории праздника ребятам рассказала сотрудник библиотеки, заведующая отделом литературы и искусства Любовь Хубиева. Она подчеркнула, что музыка способна открывать людям новое и объединять их, даруя ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение. Сейчас я играла Шопен вальс из опыта 69 номер 2. Играю гаммы, этюды, сонаты Гайдена и многое другое. Студенты колледжа культуры и искусств имени Даурова исполнили произведения на разных музыкальных инструментах. Прозвучали классика, современная музыка и народные мотивы. Наряду с новыми тенденциями, которые наша молодёжь слушает, Хотелось бы, чтобы они и знали, что такое классические произведения их авторов. Потому что классика, она со временем уже доказана, не стареет. Такие произведения никогда не будут стареть. Бах, Чайковский, Моцарт и так далее. Вот хочется, чтобы наше молодое поколение знали эти произведения. Все присутствующие на мероприятии получили большой заряд бодрости, Зарядились хорошим настроением и положительными эмоциями. Я очень сильно люблю классическую музыку, слушаю часто её дома, когда занимаюсь роком, либо уборкой. Я очень хорошо знаю современных и старых музыкальных исполнителей. Узнал из произведений, которые я слушал, которые прозвучали в этом зале. Впрочем, ожидания мои очень были хорошие. Мои впечатления просто даже не описать. Я очень была рада, когда услышала, что мы придём сюда. Я обожаю звучание скрипки. Я была очень рада, что здесь продемонстрировали это. Не только красота спасёт мир, но и музыка. А музыки много не бывает. К такому выводу пришли все участники Дня музыки. В Карачаево-Черкесии в течение двух месяцев проходили съёмки комедии «Экспресс». Дебютного полного метра режиссёра Руслана Братова, чья короткометражка «Лалай-балалай» получила гран-при на 28-м кинотавре. В эти выходные съёмки завершились. О погоде на съёмочной площадке и о процессе кинопроизводства расскажет Альбина Ламкова. Съёмочная площадка – это отдельный мир. В нём жизнь кипит, много людей и суеты. Каждая минута дорога. Из плана на день выбиться нельзя. Поэтому съёмки проходят при любой погоде и в любое время года. Будь то минус 20 или плюс 30 градусов. По сценарию на съёмочной площадке сейчас лето. Хотя на улице холодно, не по-осеннему. Готовность павильона должна быть стопроцентная. Но всё учесть невозможно. Поэтому на площадке весёлая беготня. Закономерный итог большого пути и результат ранее проделанной работы. Создание кино использует самую современную технику и цифровую технологию. Исполнитель главной роли кинокомедии Лев Зулькарнаев. Ему 21 год. Он живёт и учится в Москве в театральном институте. Здесь, на съёмочной площадке, его учёба продолжается. Ты всё равно продолжаешь во время съёмочного процесса, а он для меня первый, первый такой большой, продолжаешь изучать себя, изучать эту профессию. Только уже, грубо говоря, не в аудитории учебной, а на полигоне. Уже непосредственно в боевых действиях. Лев Зулькарнаев играет оптимиста Сашу Сосланова по кличке Сос. По сценарию фильма его выгоняют из университета. Ему негде жить. Но он не унывает. Сос верит в удачу. Однажды он делает отчаянную ставку экспресс. И та начинает выигрывать. Но Саша в первый же день теряет карточку для получения выигрыша. У него есть трое суток, чтобы её найти. Тут начинается его приключение. Мне ничего, наверное, для этой роли не нужно было придумывать сверх себя самого. То есть, то, что называется «я в прилагаемых обстоятельствах». То есть, отходить от себя было бы бессмысленно. Наоборот, режиссёру истории, видимо, нужен я как человек. Длина съёмочного дня зависит от места локации или времени суток, которое должно быть в кадре. Ну а если не успевали, то техническая служба выручала. Освещение не отличить от дневного. Съёмки проходили в Черкесске, Карачаевске и Тиберде. Во многих эпизодах принимали участие жители нашей республики. А другие помогали в процессе кинопроизводства. На самом деле работа очень сложная. Ну, в общем плане. Ну, и очень интересная вдобавок. Чем интересная работа? Ну, вот, как снимают, как это всё происходит. От актёрской игры до съёмок. За всем интересно наблюдать. Что остаётся за кадром? За кадром? За кадром остаётся еда, которую мы кушаем. Выход в прокат фильма «Экспресс» планируется в 2022 году. Тогда зрители оценят и увидят результат проделанной работы съёмочной группы. Альбина Ламкова, Расул Бердиев. Вести Карачаева-Черкесия. Тиберда. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева-Черкесия. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok